Добрый день, Владимир Владимирович! Здравствуйте! Позвольте мне от своего лица и лица своих коллег поблагодарить вас за то внимание и заботу, которую вы проявили пострадавшему населению и Тулунскому здравоохранению во время паводка 2019 года. Сейчас мы находимся на территории инфекционного отделения. Инфекционное отделение нам построил Сбербанк за 5 месяцев с опережением в год. Это действительно уникальное здание мирового масштаба. Оно оборудовано новейшим медицинским оборудованием, монтируется 32-срезовый компьютерный томограф, установлена современная система дезинфекции, обеззараживания и вентиляции. Также мы вошли в проект пилотный Сбербанка по телемедицинским консультациям. Теперь посредством интернета мы можем проконсультироваться у специалистов областных и федеральных клиник, а также имеем возможность проконсультировать медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц. По инициативе Министерства здравоохранения Иркутской области и Иркутского государственного медицинского института, было решено организовать на базе инфекционного отделения научно-практическую площадку для подготовки врачебных кадров. Сбербанк также провел ремонт фасада основного здания больничного комплекса Тулунской городской больницы, благоустроил территорию. Мы уже получили лицензию на оказание медицинской деятельности и готовы к оказанию специализированной и квалифицированной медицинской помощи инфекционным пациентам не только Тулуна и Тулунского района, но также близлежащих территорий. Доклад окончен. Хорошо, спасибо большое. Слева справа от вас ваши коллеги стоят, врачи. Да, это мои коллеги, главная медсестра Тулунской городской больницы Фельманович Светлана Львовна и районный педиатр Семенова Светлана Владимировна. И как с детьми организована работа Светланы Владимировны? Ну, конечно же, прием ребятишек у нас будет в любом случае осматриваться педиатрами, как положено. В инфекционном отделении именно врач-инфекционист будет осматривать детей. Ну и педиатр. Без среднего звена в медицине не обойтись никак. Вот, медсестра, что нам скажет? Как места рабочие организованы? Есть ли какие-то пожелания в связи с этим? Платки. Ну, благодаря Тулунскому медицинскому колледжу у нас в Тулуне достаточно среднего медицинского персонала. Хотелось бы сказать большое спасибо действительно Сбербанку и вам, Владимир Владимирович, за оснащение оборудованием. То оборудование, которое сейчас в инфекционном отделении находится, оно облегчит условия труда среднего персонала и поможет в оказании медицинской помощи. Елена Владимировна, а вот это новое оборудование, оно современное, я так понимаю, наверняка это вещи, которые только на рынке появляются. Коллеги ваши готовы к тому, чтобы работать на этом оборудовании? Владимир Владимирович, коллеги мои готовы. У нас присутствовали инженеры медицинских компаний, которые вводили в эксплуатацию все медицинское оборудование. И мои коллеги, которые будут работать в инфекционном отделении, непосредственно у них обучались его обслуживанию. И сейчас мы принимаем активное участие в изучении обслуживания дополнительных технологических оборудований, которые установлены в инфекционном отделении. Понял. Ладно. Грех поблагодарим Германа Новосковича. Сейчас Вербанк занимается еще и продвижением нашей вакцины от коронавируса, поэтому у них медицинское направление в работе тоже достаточно хорошо представлено. Вам всего самого доброго, успешной работы. Пожалуйста.